Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Сегодня проповедь у меня будет немножко необычная. Сегодня мне хотелось более обратить наше внимание, точнее, мое внимание, к детям. Детки, будьте внимательны, сегодня проповедь будет касаться вас. Может быть, не так взрослых, потому что взрослые уже выросли, а к вам. Мне хочется кое-что сказать вам, чтобы вы услышали, детки. Если мы открываем Библию, то Господь как-то сказал израильскому народу. Знаете, своему народу это те люди, которые знали Господа. Знаете, другие народы, они не знали Господа, кто такой был Господь. А израильский народ, они знали Господа, они знали, кто он такой был. И вот когда они вышли из Египта, когда их Моисей вывел, и Господь к ним много говорил. И вот он однажды им сказал такие слова. Давайте прочитаем, это написано во Второзаконии, 5 глава, 16 стих. Это заповедь, это, знаете, то, что Бог говорил к народу, и Бог хотел научить своих людей. И Он им говорил, почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы проднились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на этой земле, в которую Господь Бог дает тебе. Господь говорит к своим людям, Он говорит, почитайте отца и мать. Кто знает, что такое почитать, что это значит, детки? Знаете, кто значит слово почитать? Это, знаете, любить папу с мамой, уважать, делать то, что папа с мамой говорят. Это значит слово почитай. И вот Он, когда говорил Бог, Он хотел, чтобы люди, чтобы и вы, дети, научились любить своих папу с мамой, слушать их, уважать их, делать то, что они говорят. Иногда папа с мамой нам говорят, пойдемте, помогите, надо помыть посуду, может быть, надо подвести пол или попылесосить, или что-то еще сделать. Папа с мамой хотят, чтобы мы им помогли, а нам так это не хочется. Мы видим, что на улице играют наши друзья, что они там на улице бегают, играют в мяч или в футбол играют, на велосипедах катаются, нам тоже хочется. А папа с мамой говорят, помогите мне. Надо сделать то, надо это сделать, потому что у нас времени нету, помогите нам. И мы порой не хотим, да, дети? Бывает такое, что мы видим, что другие дети играются, нам тоже хочется это делать, нам тоже хочется идти играть. А папа с мамой говорят, надо что-то делать. Или вечером уже надо уже заспать, а нам хочется идти играть. Нам хочется, может быть, мультики посмотреть, или книжку почитать, или что-то еще. Нам сразу кушать хочется, пить, а надо уже ложиться спать. И нам порой не хочется слушаться папу с мамой. А Бог говорит, дети, слушайтесь папу с мамой. Уважайте их. Знаете, и в Библии, если мы читаем Библию, то там много примеров, когда люди, они слушали своих папу с мамой. И им было хорошо. Потому что Бог говорит, слушайся папу с мамой, чтобы тебе было хорошо. Детки, я думаю, вы все хотите, чтобы вам было хорошо, да? Или кто-то хочет, чтобы ему не было хорошо. Я думаю, таких не будет. Все дети хотят, чтобы им было хорошо. И вот эти люди, которые слушались своих родителей, также слушались Господа. Помните Иосифа? Знаете, кто такой был Иосиф, да? В Библии написано об этом человеке. Помните, ему папа подарил одежду. Такую одежду, которой не было ни у кого. У Иосифа было братья. Еще было 10 братьев, которые были старше его. Один младше его был. И ни у кого не было такой одежды. А папа ему подарил. Как вы думаете, Иосиф был послушным? Я думаю, если бы он не был послушным, то ему бы, наверное, папа не подарил бы эту одежду. Знаете, но он слушался свою папу и маму. Он послушным был. И помните, потом, когда прошло время, когда братья, они продали Иосифа, и он попал в другую страну. И вот он там и был. И помните, когда он попал в плен, и вот жил у одного человека, Иосифу было очень тяжело в одно время. Но знаете, он, то, чему ему папа с мамой учили, он это помнил. И тогда Бог ему помог преодолеть эти искушения, которые были. Знаете, если бы Иосиф не был послушным, то ему было бы очень тяжело. Но так как он слушался папу с мамой, Бог ему помог. И он потом, в дальнейшем, через много-много лет, увидел свою папу, увидел своих братьев. Но если бы он не был послушным, не слушался бы свою папу с мамой, не слушался бы Господа, он бы, наверное, их не увидел бы. Также помните царь Давид, когда он был еще молодым, вот такой, наверное, как молодежь наша, ребята. Он тоже слушался папу с мамой. Когда у папы были много овечек, он их пас в поле, в лесу. Знаете, может быть, ему тоже хотелось с ребятами бегать, в мяч играть или что-то. Но он слушался папу. Если папа говорил, Давид, надо пойти овец спасти. Он это делал. И потом, когда пришло время, ему папа говорит, возьми кушать, отнеси братьям своим туда, где война идет. Как вы думаете, может, Давид испугался, может, Давид боялся, но он все равно послушался папу, все равно он пошел туда. И Господь его благословил. Помните, он победил этого Голиафа. И потом, через время, Давид стал царем. Может быть, не все из вас станут царем, но все равно, надо как Давид, надо слушаться, слушаться папу с мамой, слушаться Господа. А самый главный пример из Библии – это наш Иисус. Помните, когда он был тоже мальчиком, в Библии написано, что он был послушен своим родителям. А кем был Иосиф для Христа, который отец был на земле? Помните, что он делал, какая у него работа была? Он был плотником, он из дерева делал вещи, может быть, наверное, столы, или стулья, или двери. Вот такая, как вот эта кафедра, она деревянная. Иосиф это делал. И Христос, он был всегда рядом. Он помогал ему. Я думаю, Христос также был послушен и помогал маме своей, когда она ему говорила, может, надо убраться дома, или, может, надо принести воду, потому что в то время не было в крайней воды, как у нас сейчас. А Христос, он был послушен. И он хочет, чтобы мы, вы, детки, тоже были послушные. Знаете, я тоже был когда-то ребенком таким, как и вы. Я тоже порой папу с мамой не слушался. И мне тоже хотелось, когда они говорили, что-то делать, а мне охота была идти играться. Но знаете, Бог хочет, чтобы вы слушались родителей. И тогда Господь говорит, если хочешь, чтобы тебе было хорошо, делай вот так. Знаете, если мы будем слушаться своих родителей, будем слушаться Господа Бога, родители, они тогда, может быть, другим скажут, гости придут, они скажут, вот у меня сын, Артем, вот он такой послушный, такой хороший, мы говорим ему что-то, он это делает. И знаете, это папа с мамой будет приятно. Знаете, кому еще будет приятно, когда вы послушные? Артем, как ты думаешь, кому еще приятно будет, если ты будешь послушным ребенком? Богу будет приятно тоже. Господь, Он, видя тебя, видя каждого, детки, что вы послушные родителям своим, послушные папы с мамой, ему это будет приятно. А если наоборот, если вы не будете слушаться папы с мамой, и для Бога это будет больно, для Бога это будет неприятно, Детки, сегодня, когда закончится собрание Вы можете подойти к папе с мамой Обнять, поцеловать, сказать Папа с мамой, простите, когда я был непослушен вам Я буду стараться это делать Потому что Господь хочет, чтобы Детки, вы были послушны своим родителям Своим папе с мамой И когда мы придем вечером, детки Когда вы будете ложиться спать Когда вы будете молиться Господу Попросите, чтобы Господь помог вам Чтобы вы были послушны Потому что Господь говорит Чтобы тебе было хорошо Детки, чтобы вам было хорошо Чтобы папа с мамой у вас говорили хорошее Может быть, другим людям Чтобы Господь вас также похвалил Попросите Господу, чтобы он дал вам силы Чтобы вы слушались папу с мамой И вам будет хорошо, детки И Господу будет приятно Хорошо? Согласны, детки? Давайте помолимся Аминь